В эфире итоговая информационная программа «Неделя города». В этом выпуске мы познакомим вас с наиболее актуальными и интересными событиями этой недели. В студии Алены Куколевой. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Акушеры по неволе. Рязанские автоинспекторы в третий раз приняли роды на посту ДПС. Как побороть осеннюю хандру? Советы специалистов. Выходи, не ленись, на зарядку становись. В Рязани прошел финальный этап всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». 15 октября в Рязани прошло расширенное заседание рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта по вопросам реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Пока региональные руководители отчитываются о проведенном капремонте, рязанские общественники продолжают говорить о его качестве. Например, Анатолий Гусев, член ОНФ, доверенный лицу президента России, рассказал о том, как программа капитального ремонта реализуется в его доме. Как пример, озвучил вопрос по ремонту лифтового оборудования. «Наш дом попал в ремонт лифтов. Я позвонил. Как у нас? В августе, в сентябре ремонт у вас будет сделан. Ну, слава богу, я уехал в отпуск, значит, на дачу, приезжаю в сентябре. Смотрю, лифт как был, так и есть. Ничего не изменилось. Я думаю, может, еще их не было. Проходит с неделю. Я не выдержал. Позвоню туда, говорю, как вот, вы обещали ремонт сделать, а до сих пор ничего. Как? Ну, уже у вас сделали ремонт. Как сделали? Никто, ни соседи, никто ничего не видел, не знает». После того, как спикер обошел ряд организаций, ему объяснили, что в их доме лифт так и не ремонтировался. Естественно, невозможно заменить тут. Правильно говорили, что люди платят. Но фонд, он должен у нас есть и по закону условия устойчивости регионального оператора, чтобы он не был банкротом. То есть объем обязательств регионального оператора на каждый период должен соответствовать тем объемам средств, которые он собирает. Иначе это, сами прекрасно понимаете, будет пирамидой банкротства. Поменять некую мифическую запчасть в лифте – это, согласитесь, никак. Так, капитальным ремонтом назвать нельзя. А между тем, среднестатистический кошелек – дополнительный пункт в платежке за коммунальные услуги – бесспорно ощутил. Потому граждане требуют, причем вполне законно, качественных работ по ремонту. Напомним, реализация проекта по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах в Рязанской области началась в 2015 году. Ранее был подготовлен график выполнения ремонтных работ. На данный момент жители Рязанской области платят в фонд 6 рублей за квадратный метр. Плата взымается ежемесячно. За ходом капитального ремонта следят и в регионе. В пятницу на площадь театральной представители власти проверяли результаты работ по капитальному ремонту сразу в двух жилых домах. Подробнее Роман Ворисков. В центральной части города до недавнего времени многоквартирные дома выглядели угрожающие из-за вечно осыпающихся фасадов. В этом году начался капитальный ремонт жилых домов по плану, утвержденному правительством Рязанской области. Всего за год планировалось отремонтировать чуть менее 500 домов, в число которых вошли дома из областного центра. Региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Рязанской области утверждена постановлением правительства Рязанской области в феврале 2014 года. Она рассчитана на 30 лет и предполагает капитальный ремонт более чем 7 тысяч новых квартирных домов в период с 2014 по 2043 год. В целях реализации данной программы правительством Рязанской области ежегодно утверждается актуализированные краткосрочные планы. Средства для реализации капитального ремонта выделил не только Федеральный фонд реформирования ЖКХ. Также работы проводились за счет средств горожан. Большинство жителей были обеспокоены ходом выполнения ремонтных работ и качеством строительных материалов. Генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Игорь Квашнин заявил, что все материалы проходят обязательную проверку. Контроль за качеством материалов у нас как входной идет перед началом работы, так и постоянно в течение производства работы. При отборе подрядных организаций мы выставляем условия технического задания, то есть какие материалы должны быть использованы, с какими техническими характеристиками. Марку материала мы не задаем, но даем задания, характеристики не ниже которых можно применять на этом объекте. Большая часть домов, подлежащих капитальному ремонту, по программе находится в Рязани. Однако в план также вошли жилые дома Касимова, Сасова, Скопина и еще 17 районов области. Всего за год было выполнено 194 вида работ в 172 домах. Как обещали представители делегации, во время осмотра ремонтируемых объектов до конца текущего года оставшиеся работы будут завершены. Повысить уровень качества образования в школах Рязанской области можно и должно. Это мнение высказал в ходе заседания регионального правительства губернатор Олег Ковалев. Две школы области вошли в число 500 лучших в России. Гимназия номер 5 и школа номер 72 с углубленным изучением отдельных предметов. Вошли в рейтинговый список, в том числе по таким показателям, как количество победителей и призеров Олимпиад, результаты экзаменов, наличие в школе конкурсного набора. Это гимназия номер 5 и школа 72. В том числе по таким показателям, как количество победителей и призеров Олимпиад, результаты экзаменов, наличие в школе конкурсного отбора. То есть приятный результат, очень приятно нам всем. И остается только пожелать и педагогам, и ученикам так же держать, добиваться успехов в этом учебном году, а всем остальным подтягиваться под передовиков под наших. В правительстве Рязанской области также на этой неделе состоялась церемония награждения лучших предприятий отрасли по итогам прошлого года. Дипломы получили руководители 75 организаций. Лучших выявили среди представителей различных сфер – энергетики, строители, металлурги, производители продуктов питания. Такое количество отмеченных наградами предприятий лишний раз подтверждает уровень развития региона даже в условиях нестабильной экономической обстановки. И хотя свои дипломы в конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области» его участники получили по итогам работы за 2014 год, на сегодняшний день перечисленные компании продолжают динамично развиваться в самых различных отраслях. Все вы показали высокие результаты в прошедшем 2014 и 2009 месяцах текущего года. Это означает, что вы и ваши коллективы понимают важность поставленных задач и, несмотря на те кризисы и явления, которые существуют на сегодняшний день в Российской Федерации, продолжаете уверенно смотреть в будущее и развивать свое производство. Получить единовременную выплату материнского капитала и выбрать удобный вариант пенсионного обеспечения. Теперь эти услуги жители города могут получить в отделении пенсионного фонда гораздо быстрее. Качество предоставления услуг гражданам постоянно улучшается. О том, на какие средства жить в старости, лучше побеспокоиться заранее. Сейчас есть возможность выбрать способ формирования своей будущей пенсии – страховой и накопительной. С начала 2015 года в Рязанской области уже написано 24 заявления об отказе финансирования накопительной части. До конца текущего года граждане моложе 67-го года рождения или рожденный в этот год могут определиться с выбором варианта своего пенсионного обеспечения. Формировать только страховую пенсию или оставить формирование страховой пенсии и накопительной пенсии. Важно подчеркнуть, что на страховую пенсию перечисляются взносы работодателей по тарифу 16% от фонда оплаты труда. Если гражданин выберет формирование только страховой пенсии, то все 16% будут идти на формирование страховой пенсии. Если человек сохранит формирование страховой и накопительной пенсии, то на страховую пенсию будут перечисляться 10% от фонда оплаты труда и на накопительную пенсию 6%. Если сейчас не подать заявление, то уже с 1 января 2016 года 6% тарифов вносов, которые раньше шли на накопительную часть пенсии, будут переводиться на страховую. Делая этот выбор, нужно учесть, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством не ниже уровня инфляции, а доход накопительный зависит от инвестирования. Кроме того, многих граждан интересует способ получения материнского капитала. 20 апреля текущего года был принят федеральный закон номер 88 ФСА, который внес изменения в федеральный закон о материнском капитале, в соответствии с которыми граждане могут обращаться в органы Пенсионного фонда Российской Федерации или в многофункциональный центр за предоставлением единовременной выплаты за счет средств материнского семейного капитала. Размер материнского семейного капитала на данный момент составляет 453 026 рублей, и 20 тысяч из этих средств граждане могут снять на необходимые неотложные нужды семьи в виде наличных денег. Для того, чтобы снять эти деньги, нужно обратиться до 31 марта 2016 года в органы Пенсионного фонда или многофункциональный центр и написать заявление, указав номер СНИЛСЯ, а также серию и номер сертификата на материнский семейный капитал. Бездомных кошек и собак в Рязани перестанут усыплять. Судьбой животных озадачены члены фракции «Единой России» в городской думе. На сегодняшний день в Рязани живут около 3000 беспризорных собак и кошек. Проблемы бездомных животных в нашем городе стоят весьма остро, и количество бедолаг растет. На сегодняшний день их около 3000. Рязанцы сложившейся ситуацией обеспокоены. Депутатам городской думы нередко поступают обращения от граждан с просьбой разобраться с проблемой. Стоит отметить, что только в прошлом году от укусов животных пострадало 72 человека. Из них 12 с подтвержденным диагнозом бешенства. Представители фракции «Единой России» заявили, что в первую очередь необходимо обратить внимание на обеспечение безопасности граждан, чтобы те не стали жертвами нападений бездомных животных. Но также не стоит забывать и о том, что с бродяжками себя нужно вести по-доброму. Фракция «Единая Россия» в Рязанской городской думе выступила с инициативой о необходимости эффективной деятельности по обращению с бездомными животными гуманным методом. Опираясь на опыт других городов, мы предлагаем переходить на альтернативные методы содержания животных в центрах передержки, поиск новых владельцев и опекунов, а также стерилизация. Подобный центр временного пребывания может быть организован на базе муниципального предприятия «Лайка». С целью организации поиска пропавших животных и создания такой базы депутаты рассматривают возможность создания специального сайта. Необходимо вести электронный учет безнадзорных животных, в том числе посредством чипирования, а также организовать на базе муниципального предприятия «Лайка» центры передержки животных. Конечно, необходимо работать над поиском владельцев для животных, в том числе и с помощью специально созданного сайта. Администрация города Рязани, фракция «Единая Россия» в Рязанской городской думе поручила рассмотреть возможности реорганизации муниципального предприятия «Лайка», муниципально-бюджетное или автономное учреждение, что позволит осуществлять финансирование из бюджета города Рязани, также организовать сбор средств с помощью добровольных пожертвований неравнодушных рязанцев, а также предприятий и организаций. По итогам заседания фракции «Единая Россия» в Рязанской городской думе администрации города Рязани дано поручение разработать комплексный план мероприятий по регулированию численности бездомных животных гуманным методом. План будет рассмотрен на комитете по градостроительной деятельности и городскому хозяйству, а затем утвержден на заседании Рязанской городской думы 29 октября. К другим темам. 9 октября рязанские автоинспекторы помогли родившей в дороге женщине. Беременная жительница Ряжска ехала в машине, за рулем которой был ее супруг, в Рязань на медицинское обследование. Перед постом ДПС женщина неожиданно почувствовала схватки. Полицейские оказались у роженицы через пару секунд после родов. Подробности узнаете из сюжета Олеси Харлиной. В тот день инспектор отдельного батальона ДПС Дмитрий Усенков вместе с напарником заступил на дежурство. В это время из Ряжска на собственном автомобиле ехала самая обычная семья. Со дня на день ожидающая пополнения. Никто из участников этой истории и не думал, что именно малыш породнит абсолютно разных людей. На подъезде к посту ДПС у поселка Редкино молодая супруга почувствовала схватки. Будущий папа не растерялся и обратился к лейтенанту полиции. Я к ней залез, она уже в принципе, ребенок у нее уже родился. Я его приподнял к ней на руки, нашли теплую воду, обмыли ребенка, из носа ему все выкрунули, чтобы он дышал. И все, буповину мы не перерезали. Через несколько минут, не на шутку перепугавший родителей, мальчик заснул. В перинатальный центр малыша вместе с мамой доставили с полицейским эскортом. Больше всех в этой ситуации, пожалуй, нервничал папа. Ну, конечно, там весь на нервах. Он тут искурил полпачки сигарет, пока бегал вокруг машины. Его бедолагу разделили всего по поясу, потому что надо было ее чем-то вытирать. Вот с него майку, футболку все сняли, под нее подложили, чтобы это все не вытекало в автомобиль. По словам очевидцев, Дмитрий Усенков действовал так, будто каждый день принимает роды. Хотя в его практике это первый случай. Наша съемочная группа лично убедилась, что с мамой и ее сыном все в порядке. И они благополучно в срок отправились домой. Что характерно, это уже второй аналогичный случай за последние полтора года. Тогда мальчик родился на посту Дягилевский. Если верить приметам, то свою профессию малыши уже выбрали. О происшествиях. В Туме разбойник избил 81-летнего пенсионера палкой. О преступлении полицейским стало известно после того, как в больницу доставили пожилого мужчину. У него врачи зафиксировали переломы рук и множественные ушибы головы и тела. Так как травмы имели явный криминальный характер, медики сообщили о случившемся сотрудникам полиции. На этой неделе сотрудники полиции раскрыли дело о нападении на 81-летнего пенсионера в поселке Тума. Нападавшим оказался 37-летний житель соседней области. Мотивом преступления послужило пристрастие к спиртному. Я совершил ограбление. А кого ограбил? Петровича, я фамилию не знаю. Выпить не дал. Палкой его избил. Пострадавший видел нападавшего только один раз и не был с ним знаком лично. Ворвавшись с дома, он потребовал денег на алкоголь. И когда получил отказ, злоумышленник начал избивать пенсионера. Мужчина пытался защитить его 46-летний сын, но силы оказались неравны. Погасив сопротивление, злоумышленник скрылся. В МВД России по Клепяковскому району поступило сообщение из Клепяковской ЦРБ о том, что в Клепяковскую ЦРБ был доставлен гражданин, житель поселка Тума с телесными повреждениями, относящаяся к категории тяжкого вреда. В ходе расследования стало известно, что 37-летний житель Владимирской области ранее уже был судим за угрозу убийством и хищения. А в вечер нападения был сильно пьян и собирался еще употребить спиртного. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. В Калужской духовной семинаре на этой неделе состоялась встреча студентов с известным рязанским путешественником Михаилом Малаховым. Он поделился со слушателями увлекательными историями своих путешествий и показал интересные видеоматериалы, которые вместе со своей командой снимал во время путешествий. В Калужском областном краеведческом музее открылась выставка Рязанского музея путешественников «Русская Америка. Возвращение к родным берегам». На выставке представлены фотографии, научные церковные документы, исторические и современные карты Аляски с нанесенными на них маршрутами путешествий, а также артефакты и предметы быта эскимоса, привезенные из многочисленных экспедиций на Аляску. На церемонии открытия присутствовали заместитель губернатора Калужской области Руслан Смоленский и ведущий российский исследователь истории РПЦ на Аляске, митрополит Калужский Боровский Климент. Рязанскую делегацию представлял председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. «Сегодня здесь, в здании Калужского краеведческого музея, приехала выставка, которая в буквальном смысле является и музеем путешественников, и путешествующая выставка. Это редкий случай, когда экспонаты идут люди». Большинство экспонатов на выставке принадлежит команде Героя России Михаила Малахова. Он, как ученый, внес большой вклад в исследование выживания и психологии человека в экстремальных условиях. Лично участвовал в практических научных исследованиях на Крайнем Севере. Также он отмечен правительственными наградами Канады, Медалью Конфедерации Канады и Орденом за заслуги. Беспричинная грусть и уныние с выступлением осени посещает большинство россиян, а некоторые граждане по-настоящему впадают в осеннюю депрессию. В самом деле, ведь и отпуск, и дачный сезон, и все прелести лета остались позади. А в ближайшее время в перспективе лишь слякоть и долгая темная холодная зима. Как избавиться от хандры? Советы в следующем сюжете. «Стараемся настраивать себя, конечно, на позитивные мысли. Свежий воздух, ходим, гуляем. Вот в обед. Она замечательная». «Чтобы не было депрессии хандры, побольше виновед, витаминов, спорта, ну и позитивных эмоций». «Ну, у меня в спортзал питание хорошее, настроение опять же». «Ем сладкое, витаминки, апельсинчики. Вот все. В принципе, да». «Я слушаю музыку. Музыка очень помогает. Могу посмотреть грустный фильм. Это, знаете, как минус на минус дает плюс. Поэтому грусть на грусть дает веселье. Серьезно». «Колбасу ем. В большом количестве. Прям. Только резать успеваю». Как правило, осенью снижается работоспособность. Так и должно быть. Ввиду того времени, как появилось электричество, люди жили в соответствии с ритмами солнца. С восходом солнца вставали, а с заходом ложились спать. А сейчас солнце зашло, а мы продолжаем работать. Если изменить ритм работы не получается, придется взбадривать самого себя. Для того, чтобы справиться с депрессией самостоятельно, существуют различные природные стимуляторы. Например, согревающий чай. «Для кого не секрет, что имбирь бодрит организм, поднимает настроение, тонизирует всячески. После этого нам понадобится имбирь, соответственно. Такой порезанный слайд. Потребуется нам мед, так как это богатый источник глюкозы. И, соответственно, за глюкозой все эти микроэлементы будут быстро вступать в организм. Также потребуется цитрусовый для аромата. Ну, добавим туда черный чай. Именно осенью организм человека перестраивается. Если летом мы спокойно утоляли голод легкой пищи, то теперь хочется съесть что-то потяжелее и пожирнее, поскольку организму требуется тепло, а значит и дополнительные калории. Поэтому лучше забыть о диетах и есть то, что хочется, но в разумных количествах. В пятницу на пешеходной зоне улицы Павлова в Рязани прошел финальный этап всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». Массовая разминка стартовала в 11 утра. Претендентами на право провести зарядку с чемпионом стали одни из самых ярких спортсменов региона. Каждый из них представил участникам свой комплекс упражнений и рассказал, насколько важно не пропускать утреннюю зарядку. Руки выше, ноги шире, улыбайтесь 3-4. Вот так самая обычная зарядка приводит к золотым олимпийским медалям. В Рязани уже в третий раз состоялась всероссийская акция «Зарядка с чемпионом». В 2013-м пример того, как правильно делать зарядку, показывал чемпион Европы по самбо. В следующем году ее провел серебряный призер чемпионата мира по дзюдо. В этом году такой чести удостоились сразу пять сильнейших рязанских спортсменов, представляющих на соревнованиях разного уровня легкую и тяжелую атлетику, бокс, дзюдо, а также гребли на байдарках Акануэ. Организаторы до последних минут держали интригу о том, кто же возглавит этот список. Победителем интернет-голосования был признан Максим Цирюльников, набравший 415 голосов. Развлекали и поддерживали участников знаменитые талисманы. Гриб Боря и маскот Зубрик так лихо скакали на сцене, что и молодежь и взрослые старались не отставать. Никита и Кирилл на зарядке с чемпионом защищали честь спортфака РГУ. Пришли на других посмотреть, себя показать и на всякий случай напомнить, что спорт еще никому никогда не мешал. Зарядку делаете? Делаем. Бегом с утра. Какие бы упражнения вы порекомендовали нашим телезрителям? Самые простые? Ну, на растяжечку. Растяжка – это самое главное в жизни. Если будешь спину закачивать, растягивать, шпагат садиться, будет хорошо, все будет. Не обошлось и без маленьких спортивных побед. Нашлось немало желающих помериться богатырской силой прямо на сцене. Некоторые участники зарядки пришли на всероссийскую акцию, чтобы получше размяться перед очередными соревнованиями. Мы сегодня в Шиллу едем. У нас сейчас игра в два в Шиллу. Готовы? Да. У вас есть какой-нибудь девиз? Нет. Это срочно приду. Один за всех и все за одного ФК Рязань не боится никого. На память об акции собравшиеся получили магнитные браслеты с надписью «Спорт – моя тема». Самые активные участники за то, что не теряют боевой дух и заботятся о здоровом теле, были удостоены абонементу в бассейн «Аквамет». Никто не застрахован от бед, и в сложной ситуации может оказаться каждый. Именно в такие моменты нужна и важна любая помощь. Не оставаться равнодушным и помочь по мере возможности справиться с бедой. Тем более, пока еще есть время. Зовут эту улыбчивую девушку Олеся. Еще недавно она активно бралась за любое новое дело. От работы в школьном парламенте, выступления за баскетбольную команду до организации концертов и мероприятий. Она рисовала, вышивала, путешествовала и никогда не жаловалась на здоровье. А еще упорно шла к заветной мечте – стать врачом. Никто из близких и друзей не думал, что помощь понадобится ей самой. В июне этого года, после успешной сдачи экзаменов за второй курс, Олеся поехала к бабушке. Неожиданно поднявшуюся температуру и недомогание дома списали на обыкновенную простуду. После похода к доктору и анализа крови стало ясно, что медлить нельзя. Олесю госпитализировали в областную больницу, а спустя короткое время перевели в Москву. Войны госпиталя имени Бурденко для уточнения диагноза. Оказалось, у Олеси острый, миелобластный, нетипичный лейкоз. Сейчас фонд «Подари жизнь» активно помогает Олесе Мачули встать на ноги. Мы связались с представителями фонда по телефону и лично убедились, что собранные деньги не уйдут в никуда, будут направлены на лечение конкретной пациентки. Судьба дважды сыграла злую шутку. Пока шло обследование, девушке стало намного лучше, и ее выписали домой. Но буквально через пару недель стало ясно – борьба с нетипичным лейкозом будет сложной, и в одиночку семья Олеси с ней не справится. Скорее всего, потребуется пересадка костного мозга. Младшие братья-девушки уже сдали анализы на возможность стать донором. Однако только первый этап лечения, рассчитанный примерно на 4 месяца, будет стоить 6 137 000 рублей. Для многодетной рязанской семьи это астрономическая сумма. Но каждый из нас может помочь. Все, что нужно, отправить смс на короткий номер 6162 со словом «Олеся» и указанной суммой, например, 500 «Олеся». На этом у меня все. Все новости смотрите на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших выходных! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok